о молекулярных маркеров, которые применяются или могут применяться для лечения рака лёгкого. И, в общем-то, с предыдущими докладами очень много будет переплеваться. Ваша программа-то есть. И когда речь идёт о применении молекулярных маркеров для гибротерапии, то, разумеется, здесь всё это перекликается с тем, что уже предыдущие вектора говорили. Но всё-таки здесь немножко другой фокус. Ну, самая, в общем-то, известная молекула, которая значила для патокинеза опухоли лёгкого, это рецептор бидермального фактора роста. Почему он играет такое значение? Вообще рецептор бидермального фактора роста, он есть на всех клетках, которые относятся к эпиделию. Что происходит в норме? В норме у нас деление клеток регулируется сигналами извне, поступает легант, фактор роста передаёт сигнал клетке делится, и тогда клетка делится в ответ на сигналы извне. При раке происходит ситуация фатологическая. У нас вот этот рецептор, рецептор бидермального фактора роста, он постоянно активирован. И поэтому получается, что этот сигнал идёт постоянно, и за счёт этого клетка делится сама по себе автономно. Это и порождает опухоль. Соответственно, если рецептор бидермального фактора роста активирован практически во всех опухолях, то он является очень перспективным мишенью для терапии, и поэтому уже более 10 лет назад вошли в клинические испытания два очень похожих препарата, ИРЭС и Торцева, которые позиционировались как ингибиторы рецептора бидермального фактора роста, то есть, в общем-то, в перспективе универсальное средство против рака. В чём механизм действия этих препаратов? Если вы помните курс биохимии в медицинском вузе, что делает рецептор бидермального фактора роста и другие рецепторы? Он фосфорилирует белки и мишени, и за счёт этого меняет их активность. При фосфорилировании меняется конформация белка и его свойства. Фосфорилирует, значит, берёт фосфор. Откуда он берёт фосфор? В качестве источника выступает молекула аденозин-3-фосфата. Это АТР, тоже хорошо известное вещество. Что делают ингибиторы рецептора бидермального фактора роста? ИРЭС, и Торцева, и многие другие молекулы. По сути, они представляют из себя аналоги АТР, которые избирательно связываются с одной единственной мишенью. Рецептор бидермального фактора роста. Соответственно, когда появились ИРЭС и Торцева, ИРЭС появилась примерно на год раньше, поэтому вся детективная история изучения этих ингибиторов связана больше именно с дефитинибом. Когда появились эти ингибиторы, то исходили из того, что, в общем-то, это универсальные препараты, которые, по идее, если исходить из теории, должны препятствовать росту многих разновидностей обухолей. Были проделаны клинические испытания, в частности, на больных раком лёгкого. Сначала вторая фаза, она дала хорошие результаты, потом третьей фазе статистической достоверности, достигнуть не удалось. И вот этот заголовок из престижного журнала Lens of Oncology, он говорит сам за себя, что случилось с ИРЭСой, почему испытания, которые, казалось бы, имели такие хорошие теоретические предпосылки, закончились неудачей. Но даже вот в этой редакционной заметке, которая сама по себе носит такой скептический характер, как пример неудачного аппарата этого препарата, был первый таргетный препарат, который проводил клинические испытания заключительной базы. Но даже в этом, в этой заметке, было сказано, что по каким-то причинам. Есть какая-то пропорция пациентов, их 10-20%, что-то не так, которые по каким-то причинам. демонстрируют очень выраженные стойки ответа лечения. Но эти больные, они встречаются настолько редко, что на общую статистику, к сожалению, нет никакого влияния. В 2002 году были закончены неудачи испытания ИРЭСы, а спустя 2 года появилось сразу 3 статьи по ИРЭСе и по Тарцеве, которые поставили в свою цель очень простой эксперимент. Они взяли окупировый материал от тех редких пациентов, которые ответили на лечение, а в качестве контроля взяли те, ту большую часть пациентов, у которых толка от лечения не было. И сделали довольно простой эксперимент. Они проанализировали нуклеотидную последовательность гена мишени, гена, который ходирует лицепрогидромального фактор роста. И удивительный результат. Оказалось, что все те больные, их на 3 статьи было 22 человека, у которых наблюдался ответ на лечение, у них в самом гене мишени наблюдалась мутация, о которой при разработке препарата не знали. А все те больные, у которых не было ответа, у них этой мутации не было. Вот мы говорим, таргетная терапия, интеллектуальный подбор лекарственных препаратов. Ну, какая же здесь разработка препаратов, если ингибиторы эти разрабатывались для рецептора, который просто представлен в избыточном количестве, и этот подход оказался абсолютно безрезультатным, а именно благодаря этим препаратам случайно открыли мутацию, которая изменяет информацию белка и которая делает этот белок чувствительным к этим препаратам. То есть искали препарат и разрабатывали для одного, а эффект получили в общем-то случайный и совсем в другом аспекте применения этих веществ. Но так или иначе, к счастью, эти мутации есть, к счастью, они действительно меняют информацию белка таким образом, что создают уникальное качественное отличие от здорового рецептора. И именно этот информационно измененный белок, он оказывается очень чувствительным к воздействию гиреса и торцемы. Это один из самых универсальных маркеров, которые есть в клинической онкологии. Если есть мутация, то это практически гарантированное ответное лечение. Если нет мутации, то почти гарантированно можно сказать, что этого ответа нет. И второе, к счастью, это очень легкий молекулярный тест. Один из самых легких тестов, который вообще есть в молекулярной биологии. К сожалению, эти мутации бывают редко. Ну, во-первых, у них очень выраженная гистологическая специфичность. Они встречаются только в аденокарциномах. За границей это не так плохо. Там либо не курят вообще, либо курят легкие сигареты. И поэтому там аденокарциномы преобладают заболеваемостью раком легкого. У нас доминирует плоскоклеточная форма рака. То, что избирательная встречаемость в аденокарциномах, это плохо. А вторым, к сожалению, эти мутации бывают только при раке легкого. В опухолях других локализаций они бывают исключительно редко. Правильно мне говорить, никогда. Поэтому получается, что мишень прекрасная есть, но встречается она в реальной физической онкологии. К сожалению, редко. Это сама картинка, как делается этот мутационный тест. Ну, это уже понятно все специалистам, молекулярным биологам. Еще раз говорю, это несложный тест. Он доступный. Тем более делать его можно на расстояние. Потому что на самом-то деле в качестве источника объекта для исследования выступают патоморфологические материалы, архивные блоки. Их можно пересылать в любую точку мира. И получается, что сама лабораторная диагностика вообще не вызывает никаких трудностей. Как уже было сказано на предыдущем слайде, мы этот тест в 2004 году появили статьи. Мы сразу сделали все для этого теста. У нас просто препаратов не было. Еще они не были зарегистрированы. Но поэтому, получается, когда появились препараты, когда появилась РС, то у нас довольно быстро появилась возможность исследовать и использовать эти сведения. И самый первый вопрос. Все-таки, как часто бывают мутации? Дело в том, что это является аксиомой для тех, кто занимается раком легкого. Специфичность в отношении расы. По каким-то непонятным причинам. Азиаты, которые болеют раком легкого, у них частота этих мутаций в 2-3 раза выше, чем у невротильцев. Что касается нашей страны. Что мы сделали? Здесь Федор Владимирович Моисенько сидит, который принимал активное участие в этой работе. Мы, земляные больницы, из клинических испытаний, обошли патоморфологический отбив и взяли все случаи аденокарцинома подряд за определенный промежуток времени. Посмотрите, у нас получилось 192 аденокарциномы подряд. Еще раз говорю, никаких сопутствующих факторов. Мы не обращали внимания ни на пол, ни на курение. Это просто статистика. Посмотрите, каждая пятая аденокарцинома у нас имеет мутацию. Честно говоря, я не придал значения этому показателю. Ну, каждая пятая, каждая пятая, как везде вроде бы. Но когда мы отправили эту статью в журнал, один из рецензентов сказал, нет, говорит, это значительно чаще, чем в других европейских странах. И действительно, уже после этого я попытался проанализировать статистику, которая есть. И посмотрите, оказывается, очень мало исследований, которые тоже брали больных подряд, без каких-либо отклонений от связанных с полом, с возрастом, с анамнезом курения. И получается, что действительно, посмотрите, вот у нас, сказала, что тоже страна с привычным европейским издалением, это Санкт-Петербург. Посмотрите, действительно, в 2, но и в 3 раза выше встречаемость, чем в других странах. Недаром говорят, что действительно Россия находится между Европой и Азией. Здесь какие-то непонятные факторы есть, которые увеличивают встречаемость этих мутаций. Это хорошо, потому что это больше кандидатов на лечение. Теперь само клиническое испытание. Тогда еще и РЭСа, и Торцева были зарегистрированы только как терапия второй линии, без какого-либо учета мутационного статуса. Мы попытались осуществить исследование, зная, что препарат действует практически в 100% случаев, и набирать таких больных в первую линию. Удалось набрать 25 человек. Посмотрите, что стоит за этой, в общем-то, маленькой цифрой. У нас мутация наблюдается только в каждом пятом случае аденокарцинома. Чтобы набрать 25 человек мутации, надо просклинировать примерно 150 человек с аденокарциномой легкого. Но аденокарцинома – это только одна треть от всех раков. Получается, что для того, чтобы найти эти 25 человек мутации, надо иметь 450 примерно человек с метастатическим раком легкого, у которых есть гистология, у которых верифицирован гистологический тип, и для которых мы можем сделать молекулярно генетическое исследование. Ну и результаты говорят сами за себя. Посмотрите, 25 человек у нас есть. Частота объективного ответа ниже, чем в других испытаниях. Это получается у нас 48%. Но нет больных, у которых наблюдалась прогрессия на фоне лечения. Либо ответ, либо стабилизация заболевания. Получается, ни одна таблетка препарата, по крайней мере, в начале не пропала зря. И куда более демонстративные фигуры, которые называются водопад. Это динамика размера опухоли. Посмотрите, вот здесь уже становится очевидным. Вот у нас зона стабилизации. Но даже те опухоли, которые расцениваются как стабилизация процесса, все равно опухоль уменьшается в своем размере. И это самое главное. Это пример отбора больных на терапию. Все-таки ИРС у нас в стране существует уже с 2005 года. И примерно в то же время была зарегистрирована ТАЦЕВА. Про эти препараты, в общем, специалисты знают. Очень часто скороговорки говорят, что лучшим отвечают на эту терапию. Азиаты, женщины, не курящие. А фактически речь идет о шансах обнаружить мутацию, которая обеспечивает ответ на терапию. И так скороговоркой мы говорим. Не курящие, женщины, азиаты. Все ли тут правильно? Не все. Посмотрите, очень существенное заблуждение. Причем это заблуждение, оно есть даже в слайд-презентации, которая висит на сайте компании-производителя Астрозетек. Можно ли считать пол отбором на мутационный тест? Нет, нельзя. Посмотрите, вот у нас распределение по полу. Мужчины и женщины, это речь идет о частоте мутации. Да, действительно, у каждой третьей женщины 29% мы обнаруживаем мутацию. То есть это те, кто ответит на терапию. А у мужчин с анетокарсиномы эта цифра в два раза ниже, 14%. Казалось бы, женский пол увеличивает вероятность обнаружения мутации. Так или нет? Посмотрите, теперь на такой показатель, как курение. Значит, у некурящих частота мутации 32%, то есть в каждой третьей случае у курящих она значительно ниже. А теперь посмотрите вот здесь, где у нас среди курильщиков отдельно учтены мужчины и женщины. И среди некурящих отдельно учтены мужчины и женщины. Вот, посмотрите. Значит, речь идет о курильщиках. В общей группе у нас частота 8%. Мужчины-курильщики 8%, женщины-курильщики 9%. Никакой разницы по полу нет. Посмотрите, некурящие 32% частота мутации. Мужчины-некурящие 31%, женщины-некурящие 32%. Почему у нас разница между мужчинами и женщинами? Просто потому, что женщины значительно реже курят. И именно поэтому у них частота мутации выше просто потому, что там выше пропорция некурящих раков. Это клинически очень важное наблюдение. Потому, что когда говорят, кому посылать на мутацию, кого не посылать, то ориентируются аденокарцинома. И дальше с короковоркой говорят, ну, женщина, значит, больше вероятность. Никакой половой дискриминации. Самое важное, это курит пациент или не курит. Если не курит, то вероятность обнаружения мутации выше. Если курит, то нет. Пол не играет значения. Как много раз я уже показывал на слайдах, вероятность ответа на терапию при наличии мутации примерно 100%. Почти 100%. И вот тут получается уникальный маркер впервые в истории неодемантной предоперационной терапии. Появился маркер, который позволяет прогнозировать, что получится. Если мы берем обычного пациента, в общем-то, с оперативным марком легкого, и по каким-то причинам планируем для него неодемантную терапию. Зачем планировать неодемантную терапию? Какой в этом смысл? Самый главный смысл, это уменьшить объем операции. Потому, что получается, что если мы говорим об отдаленных результатах лечения, то огромное количество опухол, хирургических мешаний заканчивается пневмон, эктомии. И когда речь идет об удалении целого легкого, то ниже критического уровня падает дыхательный объем. И за счет этого такие больные имеют плохой прогноз за счет того, что у них очень высокий риск возникновения кардиореспираторной недостаточности. Соответственно, когда речь идет о неодемантной терапии, то сама цель уменьшить объем операции за счет уменьшения размера опухоли имеет очень большое значение именно с точки зрения получения лучших результатов лечения. Но если речь идет о неодемантной терапии, то, соответственно, 30-40% этого опухоли уменьшается. Еще какой-то процент, 10-20-30% больных, у которых опухоль не растет. А вот у оставшихся 30% опухоль увеличивается на фоне неодемантной терапии. Здесь впервые за всю историю таракальной онкологии тест, который позволяет на 100% предсказать, что опухоль действительно уменьшится. И именно поэтому в тех летних случаях, когда речь идет о больных с мутацией, можно говорить о том, что это особая ситуация для неодемантной терапии. Потому что здесь почти нет вероятности этого решения. Здесь наверняка опухоль уменьшится. Еще одна интересная серия экспериментов, тоже у нас сделанная. Опять же, в отношении нереса и торцелы много говорят о том, что больные, которые начинают получать этот препарат, если у них есть мутация, у них моментальное улучшение, которое наблюдается в течение первых часов, первых суток после приема препарата. Может ли опухоль уменьшиться за сутки? В общем-то нет. Если посмотреть лентинограммы больных, которые получают терапию РС, то у них уменьшение опухоли, конечно, есть, но оно не такое стремительное. А вот симптоматическое улучшение наступает моментально. За счет чего? Мы предположили, что может быть дело связано с каким-то угасанием, быстрым прекращением переопухолевого воспаления. Дело в том, что рецептор бидермального фактора роста, который является мишенью для подобных препаратов, он активирует не только деление клеток, но и воспалительные молекулы. И вот посмотрите, у нас здесь редкая ситуация, когда больная получала терапию кефитинибом, потому что она была неоперабельна, у нее было кровотечение. А ее прооперировали спустя 2 недели после начала терапии кефитинибом. Таким образом получается, что в операционном материале у нас сохранились опухолевые ветки. Есть что проанализировать. И вот мы здесь показываем, что действительно при назначении РС снижается экспрессия целого ряда воспалительных молекул. И может быть именно это связано со столь быстрым симптоматическим эффектом РС. На рецептор бидермального фактора роста мы уже закончили. Теперь какие еще есть перспективные мишени? АЛК. Что такое АЛК? Это тоже тирозин киназа. Она тоже приближается по своим функциям к рецептору бидермального фактора роста. Название вот это носит анапластик лимфома Каймейс. Киназа, которая имеет отношение к прогрессии анапластической лимфомы. Эта киназа как мишень известна довольно давно. И именно для лечения анапластической лимфомы к ней подбирали ингибиторы. В 2007 году случайно было показано, что мутации, которые активируют эту киназу, встречаются не только при анапластических лимфомах, но и при немелкоплеточном раке легкого. К счастью, уже за счет работы над лимфомой был готов к этому времени ингибитор АЛК-киназа. Поэтому довольно быстро удалось провести клинические испытания. Тест на активацию тирозин киназа АЛК немножко сложнее, чем тест на рецепторы бидермального фактора роста. Так или иначе, если мы говорим про встречаемость этих транслокаций, которые активируют киназу АЛК, то здесь еще меньше пациентов, чем когда мы говорим о ИГФ. Это только аденокарциномы, тоже преимущественно не курящие. Есть тенденция, что это больные молодого возраста, но так или иначе, если мы говорим про чистоту, то здесь, к сожалению, картины еще печальнее, чем когда мы говорим про рецепторы бидермального фактора роста. Менее 5% аденокарциномов, 3-4% аденокарциномов. Это если мы означаем, что мы возьмем всех больных раков лёгкого, которые мы видим, дай бог, один из 100 будет иметь эту мутацию. Что касается действия препарата, это специфический препарат, препарат кризотени, по которому уже доктор Снеговой сегодня говорил, но здесь такой же эффект, как для ИГФР. То есть, посмотрите, опять же, почти все столбики смотрят вниз, очень хорошие и, к сожалению, тоже достаточно кратковременные эффекты. Так или иначе, если мы говорим про глисотенип, то он у нас еще в стране даже не зарегистрирован. А когда будет зарегистрирован, ну понятно, что это мало доступный препарат. По каким-то непонятным причинам опухоли с мутацией алк, с активацией мутации алк, они демонстрируют очень хорошую ответ на терапию олинты, димитрицена. Правда, к сожалению, олинта по своей стоимости, в общем-то, превышает многие наркотные препараты, поэтому даже то, что здесь, в Казахстане, есть простое лечение, лечение цитостатиком, с точки зрения экономических, тоже, по-видимому, больших перспектив, у нас подобные прямые выживаемости иметь не могут просто потому, что препараты мало доступны. Ингибиторы ангиогенеза. Уже говорили сегодня про абастин. Это очень такой препарат, которому уделяется много внимания. Главная проблема абастина, что нет никаких маркеров ответа. И получается, что абастин действует только вместе с химиотерапией. Он действительно немножко увеличивает эффективность химиотерапии за счет улучшения доставки химиопрепаратов. Но с учетом того, что нет способов отбора больных на лечение, нет молекулярных маркеров, которые позволяют сказать, у кого препарат поможет, но у кого нет. И опять же, с учетом того, что этот препарат зарегистрирован только в первую линию лечения, потому что в отношении использования абастина на более поздних линиях терапии никаких доказанных объектов нет, получается, что здесь проблемы, и, безусловно, эти проблемы связаны, опять же, с экономикой. Что в перспективе, с точки зрения молекул? Что может молекулярная медицина дать клиническая онкология? К сожалению, здесь картина не столь уж радужная, как ее рисуют оптимисты. Посмотрите, вот этот спектр описывает те мутации, которые, в общем-то, можно попытаться использовать в качестве мишени для терапии. Вот у нас от всех больных раку левого примерно 10%, а у нас в стране 5-6 имеют мутацию в рецепторе эпидермарного хакера роста, здесь есть лечение. Вот у нас в 2 раза меньше таких больных для мутации АЛ, здесь тоже есть лечение. Вот у нас другие кинозы, для которых только в перспективе разрабатываются ингибитры, их еще нет. А вот это у нас часть опухолей, для которых, в общем-то, никаких значимых мишеней в краткосрочном плане найти не удается. То есть это те больные, для которых даже перспективных разработок терапии никаких особых нет. Ну, в частности, на что обращаю внимание? Мутации в день и раз, о них сегодня уже много говорили, это опять же активирующие мутации. По идее, каждая четвертая опухоль, которая содержит мутацию в день и раз, подобрать бы соответствующий ингибитор, и был бы какой-то эффект. Но, к сожалению, по каким-то непонятным причинам, именно разработка ингибиторов к белку РАС, она пока наталкивается на непреодолимые трудности. Здесь нет экспериментальных молитвов. Ниже вот этого каскада находится другая киноза РАС. Для киноза РАС ингибитор появился. Правда, этот ингибитор пока прошел испытания только в меланоме, где мутации в день и раз бывают примерно в 40-50-60% случаев. Если мы возьмем раке легкого, то здесь частота этих мутаций по 3%. Соответственно, эти испытания очень сложно проводить, потому что очень сложно отбирать таких больных на клинические испытания, на лечение. Еще одна перспективная мишень, где даже клинические испытания есть. Это тенка 53, о котором все алкологи слышали. Это тенк, который мутирован примерно в половине опухоли, в том числе и при раке легкого. Здесь есть два подхода, которые, в общем-то, на уровне ранних пасклинических испытаний испытываются. Первый подход. В 53 мутированных изменена конформация белка до аномальных. Соответственно, есть лекарства, которые могут восстанавливать конформацию белка. То есть из мутантного белка делать белок нормальный. Считается, что за счет этого опухоль может становиться более чувствительной к химии и радиотерапии. Другой подход, альтернативный, убивать клетки, в которых мутантные пабейсиакрии. Дело в том, что мутантные формы пабейсиакрии, клетки, которые несут, они обладают повышенной четвитостью к определенным формам аденовирусов. И подобные экспериментальные подходы, они, в общем-то, на уровне ранних пасклинических испытаний, они опробируются. Если подводить итог, безусловно, обнаружение именно мутации в рецепторе эпидермального фактора роста это главное событие десятилетия, потому что все-таки это полностью видоизменило представление о драке рака легкого и вообще подходах к тармидотерапии. Мутации гениал, приятная неожиданность, потому что здесь и препарат, есть и мутация. Этилетка, но бывают. Если говорить о пессимистических аспектах, то еще раз хочу повторить, что для подавляющего большинства уколелемка вообще нет никаких представлений даже, как вот эти подходы разрабатывать. Более того, если взять нашу страну, где преобладает плоскоклеточная рак легкого, все современные лекарства, которые есть, перлотениб, гифетиниб, абостин, гризотениб, они в основном работают там, где называется не плоскоклеточный, не мелкоклеточный рак легкого. То есть, грубо говоря, аденокарцинома и несколько других очень редких разновидностей. Получается, что для доминирующей формы рака легкого, плоскоклеточного, где 60-70% всех опухолей у нас в стране, никаких даже экспериментальных подходов нет. Ну и все-таки, если говорить о прибавке выживаемости, продолжая уже нашу стихийную возникшую дискуссию, да, новые препараты дают прибавку выживальности. Эта прибавка примерно около года, чуточку меньше. Ну а, в общем-то, это дальше все, потому что даже если мы начнем с мутацией рецепт-эпидермального фактора роста или с мутацией вам усредненно продлили таким больным жизнь надо, что почти двукратное увеличение выживальности. А дальше, в общем-то, никаких особых идей, что с такими больными делать пока нет. Спасибо за внимание.